Добрый день. Сегодня мы листаем семейный огонь Владимира Линокова. И делает это в компании Регины Дубовицкой, потому что повод встречи у нас 30 лет аншлага. Дайте огня, мне ли светом бояться? Пусть убедятся всех ярче я. Аншлаг ведь известен не только своими заоблачными рейтингами, но и семейной атмосферой. Точно. Вы когда познакомились с членом семьи аншлага? В 1975 году мы познакомились. Я артист вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» Юрия Малякова. Юра Малякова мне сказал, что в его группе появился молодой талантливый пародист. Я ему сказала Малякову, пригласи его ко мне в доброе утро на радио, в передачу. Ты помнишь, с чем ты ко мне пришел? С двумя кассетами, ты помнишь? И значит, я говорю, ну давайте поставим, я никогда не слушала ваши пародии. Давайте, он дает мне кассету, я ставлю на магнитофон. Я стала смеяться, потому что это был Магомаев. Он его копировал не только голос, а копировал то, что умеет делать только он из пародистов. Он копировал характер. Покажи, как ты Магомаева делал. Покажи, как ты Магомаева делал. О море, море, преданным скалам. Муслим сам любил, хотя мало кто знает, что Муслим сам делал пародии. На кого? Он делал на Рожида Бейбутова, он делал на Шаляпина, на Паллада Бельбеля Глы. А в Америке мы с ним в 1986 году работали несколько концертов, несколько, это 20. Работали с ним вдвоем. То есть он меня, молодого артиста, пригласил работать с ним по отделению. И он сам меня объявлял, Муслим. И он так тепло говорил о том, что многие пародии не любят. Я к этому отношусь двояко. С одной стороны, кто может меня спародировать. А так вообще я верю этому молодому артисту. Вы сами судите, вот сейчас он выйдет. И только я делал вот это, и начиная с аблоксмента, и Муслим обязательно выходил и кланялся. Он был с юмором вообще, да. А вот...